Опачки! А что это за мадам такие огромные? А это мы! И мы приветствуем вас в новом блоге! Приветик! Наш автобусик, между прочим. Да? Скорее всего, а чей же еще? А куда мы собрались? А мы собрались, девочки, в наш первый пресс-тур вместе со знайки... Вот. Вместе знаете с кем? Вместе со ФитМост. ФитМост это такая платформа. Я думаю, что очень у многих блогеров вы ее видели. Но именно нам посчастливилось стать одними из участников, которые поедут в Глэмпинг, в Зеленую Тропу. Это коллаборация такая у ребят произошла. Будет очень много классных, прикольных активностей. Едем мы на два дня. Катюшка тоже едет, вы не переживайте. Она поедет на своей машине с псом. На Лехе. И там мы уже с ней встретимся, как говорится. Ну-ка. Ты рада? Конечно, блин. Конечно, блин. Сучку забрала. Молодец. Я сучку взяла. У меня есть козеро, есть? Мы сегодня кофе не успели попить, блин. Кофе не успели, зато попьем Просека вечером. Но вы никому не говорите. Потому что у нас ЗОЖ этот, ЗОЖ Кэм, блин. Да, мне кажется, мы единственные 17-ти человек, кто взял три бутылки Просека. Да, это не предусмотрено. Там гости-стояние, будет лекция, там праздание, йога. Ну, короче, да, ребята. Влог будет насыщенный. Даже вечерний костер, лобная Дом-2, ждите. Квиз, который я ни разу в жизни не играла. И много новых людей. Надеюсь, нас слышно, потому что вот этот автобус очень шумный. Да. Чего еще взять? Потому что я эту дому купила, чтобы никуда лишний раз не заезжать. Девочки, так, сыры, Просека, Ягоды, СМК. Ну, мы на богатом. Как обычно. As usual. Что еще взять ей сказать? Ну, вроде все. Мне кажется, что вам хватит. Ну, все, тогда все. Говори, что все. Пиши все, пока. Словила себя на мысли. Вместе с Сарей словили себя на мысли. Я сказала слух. Да. Ты просто подумала. Это в моей голове был. У тебя тоже это? У тебя тоже это в мозгу? Да. Блин. Ну, что это там за песня? Ладно, вспомните, ставить. На поражение. Короче, мысль о том, что мы как будто едем в лагерь. Я тысячу лет не была в лагере. То, что без палива берем всякие снэкс, алкоголь. То, что не предусмотрено в поездке. Да. Интересно, чем кормить? Крысу будем в доме сидеть и так пить. Ну, ну, вообще мы за спор. Вот, и мы за жизнь. Мы любим, мы любим эту жизнь и любим спорт. Так что это, блин, давайте мне. Ребята, мы уже в автобусе. К сожалению, задняя парта занята, поэтому мы с Аарей сели практически в самый вперед. Ну, вот не сюда, здесь потому что что-то организационное. Мы с людьми сели и с людьми сели. Пока что люди опаздывают. Мы ждем на улице, поэтому я иду к вам на улицу. Носик чешется. Пить будешь. Ну, да. Смотрите, у нас на каждом сидении есть такие снэкс, медаль в горячишном шоколаде, батончик вот такой вот и витаминки. Все от 4Fresh. У нас такие уже дома есть, кстати. Будет еще. Всем привет. И мы начинаем отправляться в наше путешествие на два дня в зеленую тропу вместе с командой Фитмост. Я сейчас представлюсь. Меня зовут Кристина. Я в Фитмосте отвечаю за бренд. И со мной в команде сегодня Лера. Лера все это организовывала, поэтому такие организационные моменты. Вы можете все обращаться к ней и ко мне. Не стесняйтесь. У нас сегодня по плану... Что? Мы сейчас едем. У нас путь наш составит 2 часа. Вам там в конце слышно? Да. Отлично. Ехать нам 2 часа. Вот. Ну, у нас сейчас будет небольшая программа организационная. Начинаем. Я рассказывать сейчас буду про Арину. Арина у нас из суперсилы выбрала. Хотела бы уметь телепортироваться, потому что считает себя ленивый и не любит ходить. Обожает серьезно, когда следует показания за убийство. И пересматривал... Его пересматривал несколько раз и вообще любит детектива. Арина, если хочешь что-то себе еще добавить, чтобы... А, я забыла про тату. Вот это скажешь уже сама. Да, всем привет. Вся, меня так будет слышно. Около 4 лет я блогер. И с недавних пор я тату-мастер. Поэтому... Всем на тату-шечке. Спасибо. Дальше я буду рассказывать... Давайте, может быть, вы узнаете про Катю Фидосееву. Можно? Слышит я. Нет, будет. Я лично, когда читала ответ на первый вопрос, какую-то суперсилу бы хотела иметь, то я подумала, блин, я тоже такую хочу. Это была... Суперсила, которую хочет знать Кате, это не отекать. Ну, вообще, амбассадор Вайлберис с золотой яблокой и покупает каждый день что-то... Покупает там что-то абсолютно ненужное каждый день. Ну, видимо, это очень нужно. Катя, тебе нечего добавить. Ну, давайте, Катя, ну, представь, что тебя увидели. Катя, знакомьтесь. Не бойтесь подходить. Привет, 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 сынулик. Привет, Рафаэлка, привет, мой кексичек, привет, мой сваденький, мой гороженький сыночек. Привет. Привет, привет, привет. Мы доехали. Ребята, с днем потери-потерь. Короче, нас разгрузили, вот это вот зона ресепшена. Мы хотели вернуться, я просто сначала пошла в реструм, хотели вернуться, чтобы забрать витаминки, орешки и все такое, но их забрали, наши. Что, почему, непонятно. Ну, ладно, мы без орехов сегодня. Такой достаточно, кстати, небольшой ресепшен. Сейчас мы уже заполнили анкеты, когда ехали. Нужно пойти, положить вещи и пойти на легкий обед. Слово легкий мне пипец как пугает. То, что я хочу есть. Стоим в очереди за супчиком. За колбасой и хлебом. А, я, кстати, колбасу одну нарезку купила. Моя. Катя, у тебя уже полнейшая атаческая паника произошла, я надеюсь. Я вакуаю. Я поехала на машине и заехала в нефт-магистраль. Мне вообще пугало. Сука драная. Она еще так хвасталась, когда отказались с ней на машине ехать. Она все время не привезла. Да, что ты не привезла? А мы не просили. А вы на транспире поехали. А ты не предложила. А вы на транспире поехали. А надо было с собой. Я еще сначала хот-долго хотела на Газпроме съесть, а потом говорю, не в кунистраль впереди. Значит, опачки. Сегодня мой день. Мы вообще не добились. Да верно. Да, здесь я чувствую. Это, возможно, не из-за травы, а из-за травы. Есть такой специфичный запах, как у гуавы. Тоже она отдает. Да, у гуавы саньем кошачьему отдает. Я думала, у меня одно это кажется. Нет. Какие-то палочки с крапивой. Чтобы не резали, наверное. Ребята, видели когда-нибудь такое приспособление? Теперь видели. Слушай, вроде горячая вода. Даже воду можно пить. Территория красивая, нравится мне. Че уселись? Заняли самое грузовое место. Здесь у нас сейчас будет лекция проходить. Че стало? Рожать она собрала. Это лучшая шутка дня. Рожать? Удачи. Она рожать собрала. В общем, знала. Это кого? Цветого духа? Зовут меня Ченька Ксения. Я специалист по работе с тем. Сейчас скажу длинную фразу, потом объясню, что это такое. Я телесно-ориентированный психотерапист. Чаще всего это звучит странно и непонятно. Где психотерапия, где тело. Так вот я человек, который работает и с психикой, и с телом. То есть это все такой процесс интегрирования. Я сегодня приглашу на эфирскую фитмост. Потому что фитмост это как раз про интеграцию. С собой. С собой. Человек, который... До, 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 до. На самом деле, часто людям, которые выступают, рады, кто готовит к публичным выступлением, использует упражнение с кровью. Это просто must have в мире выступления. Вообще все, что связано с речевым аппаратом. Но мы делаем супер проще. Обычно, когда всталят в кокс, но все, я знаю, что действительно при выступлениях, когда там что-то говорят, что ничего не надо говорить. Вы просто вечером выделите на примере. Если вам классно, если вы видите, это точно хорошо. Взяли и прикусили, и в течении двух-трех минут вечером ходите. Все. Ну, то есть, это просто. Давайте я обозначу сразу. Я человек не милый, поэтому даю то, что это все очень бедниво и простое. Завтра, как видите, рился прикольно. Записать неблагодарности. Нет. Отстроится почти все. Вся работа с напряжением. И на третий-четвертый день у вас начнет снижаться напряжение. Вы почувствуете... Вместе потянулись с ручками. И максимально, максимально. Представляете, потом болтается. Там был полотевой, какой-то ржавый, кривой. А мне нужно у меня попасть. И теперь в обратную сторону, в этом же положении. Чемчик. И все. Сами. Супер. Я обещала про животное сказать. Как сказать, что я отвечаю на том, что вы готовы. Есть классная техника, который называется... Что, девочки? Дом с санузлом отвоеван. Моим циститом. Слава богу. Хоть где-то он пригодился. Так сказать. Идем и будем спать с удобствами. Потому что, конечно, для первых человека реально с сититом. А во-вторых, для человека, у которого минус 4 практически. Минус 3,75. Даже туалет в пешей доступности на улице. Когда еще не так жарко. Это страшно. Это очень страшно. Но если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы заселились в наш шикарный вид домик. Вот с таким видом, посмотрите. Мы реально прям наедине с природой. Красотища. Здесь, вы, наверное, подумаете, что здесь шкафчик какой-то. Но нет, у нас есть собственная кухонька. А здесь у нас посуда. Тут, я так понимаю, у нас холодильник. Да, еще и немаленький. Как раз... О, пивасик. Как раз для нашей просеки, которую мы забрали сейчас у Кати. Вот так вот выглядят наши пожитки. Ягоды. Тут у нас дождевички висят. И вот такая вот скромная ванна, туалет, душ. Все очень чистенько, новенькое. А тут у нас баня. Но мы, конечно же, не будем ее использовать, топить. Но просто, знаете, что она тут есть. Пахнет все деревом, чувствуешь? Аромат классный. Это потышки замерзли у Манькой. Да, смотри, какая мерзкая. Фу. Зачем ты мне это показала? Да мне это выпало, Настя, на ноги. Можно вот вкладочка какая-то? Здесь еще, я так понимаю, открывается вот эта дверца, и можно... Можно уже просто поспать? Можно просто поспать. И покушать. Моя прическа, моя укладка, которую я сегодня делала утром, просто пошла по одному месту. Все у тебя очень красиво. Да, очень красиво. Нам очень хочется есть, ребята. Я поела суп. Хорошо. Вы уже видели. Ну, как сказать, поела, похлебала водичку. Смотрите, солнце вышло. Красота. Вон там наш домик находится. Мы переоделись. И бежим на йогу в 6.30. Сначала забежимся на ресепшн. Там сидит Катя. И вот уже. Просеку. Ее там угостили. Хотя у нас йога. Непонятно. Идем на разведку, так сказать. Девочки, она выпила один бокал, она идет спотыкается три раз. Чуть не упала уже. А я умер на веселе. Ей уже и шатер, может быть, понравится через второй бокал. Руку. Вот это классно? Да. У нас очень милый домик. Уютный, классный. Нам очень понравилось. Такой же. Сегодня собираемся там. Time to йога вместе с псом. У нас сегодня, смотрите, какая красотишка. Куча ковриков. Там йога. Эти девчонки приехали в глэмпинг. И поехали, нашли магазин. Купили себе хлеба, сыра, помидорку, огуречек. Чтобы хорошо жилось, чтобы всегда быть сытыми и довольными. Да, девочки? Пидовки. Хелфи полный. Сейчас поедем на ужин, посмотрим, чем нас будут кормить. Но если что... Если что, вот целая упаковка хлеба. Я сейчас икорное масло себе возьму. Я его очень люблю. Да, это мои из детства. А где такие? Мои из детства. Да. У каждого своя. Ставим по детству. Положили то, что купили в магазине. Затарились нормально. Но сейчас направляемся на ужин. Смотрите, оказывается, мы будем кушать вот в том вот ресторане. Такой вот дачный. Дачный стайл. Очень красивый закат. Летние закаты. Это вообще отдельная история моей любви. Девочки, здесь бы на лошадях покататься бы. Вон туда вот. На лошадках? Интересно. Да, здесь нет лошадок? Было бы очень славно. Я нахожусь в трех метрах от еды. У тебя таческая паника? У меня таческая паника. Я уже не знаю, что это делать. У тебя весь день таческая паника. Я люблю кушаться. Что поделать? Да. Пытала лежить. Ложить. 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 Мы набрали всего. Я так даже в Турции не делала никогда. На лоу инклюзию. Просто боялась, что с голоду не хватит. С голоду. У меня здесь и баклажаны, и перчики, и соседж, и картошечка, и салатики. В общем, все есть. Вообще все. И даже шарлотка. Какая красота тут, ребята. Вы послушайте звук. Птички поют. Сказка. Что правда, то правда. Действительно, сказка какая-то. Мы поужинали. Набили брюшко. И сейчас идем на костер. Будем сидеть, болтать, играть во что-то. И знакомиться с остальными ребятами. Такая красота здесь для нас уже подготовлена. Мы с девчонками идем за пуншиком. Уселась, я же самая первая. Есть. Тепло. Мне кажется, ребятам нужно в чат просто висать. Потому что они просто себя... А просто у многих не ловят? Это нужны? Наливают пунш. Нужны? Да, наверное, нет. Не надо. Аромат просто невероятный. Ароматы ванили. Запахло весной. Один месяц. Заплакала собака. Собака тяга. Собака села и заплакала... Пожалуй, покажу бабушке. Слав, спасибо! Очень нравится. Не плакай. Проголодалась. Хочешь бандарин? Не, спасибо, Алла. У нее везде уши. Она все слышит. У нас с девочками автор-пати. У нас своя атмосфера. Не нашли никого с кем можно разделить больше этот вечер. Эту трапезу. У нас тут сыр. Голубичка. Я все утро покупала это. Сыр Тедемуан. Просека Брюд. Голубичка. Вкусняшка. Да нормально. Шикуем, шикуем. Те, кто посмотрит этот влог, и те, кто с нами здесь был, знаете, что вы очень много потеряли. Не заобщавшись с нами. Мы, которые не приглашали никого. Мы просто не хотели. Мы хотели. Мы не могли выбрать. Те, кто нам понравился, короче, там были девчонки на ЗОЖе, не пили актрисы. Мы такие, блин, ну ладно. А те, кто пили... Мы никого не знаем. Мы не поняли, во-первых, какие они. Типа, если приглашают, то человек должен быть на нашем вайбе. Иначе, в чем смысл? Там никто не был на нашем вайбе. Там все проявленные маткой дышат. А если тут вдруг кто-то маткой подышит, вы потом этим дышать будете. Нет, ну на самом деле мы уважаем все вот эти вот выборы людей. Все, кто дышит маткой, мы вас не оскорбляем. Вы можете дышать всем, чем хотите. Просто мы вас не понимаем. Мы, ну, я не знаю, как сказать. Я скажу просто, типа, люди все разные, у каждого свои интересы. Это все имеет место быть. Ничего не плохо. Быть любым хорошим. Мы вот таким очень простые, реально. Где-то мы, может быть, покажемся кому-то плоским или еще что-то. Но в этом наш кайф. Как это плоские? И вообще. Тут точно нет. Так. У нас только простые, что можем пить просеку вот так. Выпьем же за это. Шикарный тост. С днем просеки. И простоты. Взяли. Красота в простом. А вы знаете, что я читала после того, как мы сходили с вами на фильм? После того, как мы сходили на фильм «Вызов», я гуглила всякую информацию. И там был запрос. Вот это в конце ты вгулили, знаешь, и предлагаются варианты. Типа вопросов. Ты нажимаешь, и сразу же ответ появляется. Там был вопрос. Были такие случаи, что реально космонавтам нужна была какая-то врачебная помощь. И ради этого нужен был бы врач. И было написано, что самое частое явление это зубная боль. Но был один случай, когда мужчина набрал на медкомиссии, улетел в космос, а там у него обострилась простата. И никто не мог ему помочь. Лоу. И его вернули обратно на землю. Ну хорошо, что вернули. Вы представьте, какие затраты вообще. Ну жесть. Нет? Мужчины, говорите о простате. Лечить, это нормально. Тебя смотрит так много мужчин. Мои 10%. Вы уже выпили две бутылки просека. Вы можете стать осознанным. Отлупайся. Миша, зависимый. От просе. Сейчас будет смотреть. Тебе так страшно. Все, это не важно. Важно то, что я видел, как ты видишь. Итак, что мы будем делать сейчас? Играть в осознанность. Надо изначально рассказать, что... Мы нашли карты вот такие. Нам подарили. Вот. Но мы как бы далеки от всего мира осознанности, поэтому, чтобы стать осознанными, мы выпили две бутылки просеки. Просе. она не говорила просе. 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 Дисклеймер. Да что ж так вот. Я с носки, блин, только я буду успевать делать на этот влог. Я его буду монтировать. Да? Хорошо, блин. Что значит, уже все последние влоги я монтирую. В общем, правила такие. Здесь на карточках какие-то вопросы мы на них по очереди втроем отвечаем. Итак, первое. Что нового ты попробовала в первый раз? Мясо вот это обалденное. Именно сегодня или вообще? Ну, сегодня, я считаю, это самое последнее. новое, что бы попробовала. Но вот это мясо, оно... Мясо было топ. Покажи, его сейчас. Да, мусорка уже. Короче, мясо попробовали топовое, мы здесь ставим фотку. Вот это мясо пробуйте. Реально вкусное. Я не ем мясо, но мне понравилось. Давай, теперь ты. Поддерживаю. Мясо, 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 алкоголь вредит вашему нездоровью. Не употребляйте его. Что в этом месяце было сделано для себя? Какие-то сложные вопросы, мы сейчас будем думать сто лет. Для себя, ну... Я сумку купила для себя. Молодец, ты первая ответила. И ты тоже. Май. Май. Что я для себя в этом месте сделала? Сумку купила. Дизель, просто вот май. Хорошо, а я купила стимпот и дизель для себя. Да, я тоже самая. Я такая же героиня. А ты, а ты купила для себя оборудование окончательно для тату? Ну да, машинку, и все такое я купила по-моему в апреле. Ну не важно. Ну да, если пришла она к тебе в мае. Я купила все для того, чтобы работать сейчас тату-мастером. Записывайтесь на твиттеровки. Это классика. Следующий вопрос разрыв. Каким было питание в этом месяце? Все ли тебе нравится в твоих привычках питание? Питание исключительное. Трубочки за счетки, Яшкино. Какие трубочки, Яшкино? Вот, сыр Тед Де Муан. Сыр за 600 рублей, между прочим. Какие 600? Больше. 700 рублей. Вот такая вот штучка. Это еще дешевле. Пахнет с вонючими грязными носками. Но поэтому... Это вкус. Это вкус богатой жизни. Да. Да. Мы богатой жизни не живем, но попробовать хотим. На вкус хотелось бы. Вот и пробуем. Не нужно налить. Давай, давай дальше пока. Появилась ли у тебя какая-то новая привычка? Пукать без запаха. Но у меня... О-о-о! Девочки, вы упали. Девочки, мы немного сменили ракурс. Атачевская паника. Атачевская паника. Уже напилить, кажется. Я же умру забыла. Какая у тебя появилась новая привычка? Пукать без запаха. Да это ты врешь. Все, она не пукает без запаха. Себя знай. Себя знай. Что за выражение? Фердунья. Фердунья ты. Между прочим, пуки без запаха всегда громкие, а с запахом всегда тихие. Это правда. Я не могу поспорить с этим. Ну нет, не всегда работает. Ну, блядь, в 90% случаев это так работает. Новая моя привычка, это то, что перед тем, как лечь спать, я обмазываюсь десятью мазями, лечебными и кремами из-за ретиноидов. Вот это моя привычка. Я не могу забыть, потому что знаю, что мне с утра будет плохо. Я даже хер знает, как у меня привычка новая появилась. вставать раньше десяти утра, потому что у нас каждый день какие-то движения. Вот, уже хорошо. Но у меня наверно привычка это конкретно в этом месяце это проснуться и проверить расписание мое в плане записи, опять же, это связано с тату. А хотелось бы, чтобы просыпался, лобик целовал меня. Лобик целоваю, это не сегодня было придумано и не в этом месяце было придумано. Не целоваешь. Это было придумано целовать обе, глазка, глазка, второй глазка, носик, бровка, бородинка, бровка, второй бровка, носик, глазка, второй глазка, щечка, второй щечка, подбородок, ушко и все остальное. Это было уже давно придумано, это привычка уже сколько лет. Блядь, скучно. Уже давно. Скучно. Какие фильмы ты посмотрела в этом месяце? Вызов. Вызов. Это коллективный ответ. Мы вместе все смотрели. Артибурный фильм. А, ну, кстати, нет, я хочу еще добавить то, что после вызова мы с Катей посмотрели на солнце вдоль рядов кукурузы. Очень прикольный фильм на реальных событиях про самолет, про пилота, вернее, который в эстерной ситуации посадил самолет под Москву. А, это реальные события. Да, на реальных событиях. Очень крутой фильм, даже я квакала. А я сказать могу одно, то, что мне понравилось в этом фильме, то, что он не слишком глубокий, а он больше взял от каждых персонажей, их там много, по маленькой истории и не дал себе погрузиться жестко, что вы знаете, типа прям вот просто умереть там от смысла, как в том же, допустим, не знаю, можно вызове даже глубже подумать. А здесь ты как бы подчеркнул все свои истинные, как сказать, потребности в жизни, на самом деле, то, что важно, но при этом не погрузился в депрессию, а просто посмотрел фильм, поплакал и понял то, что, ну, типа, да, мне нужно уделять больше времени тому-то, тому-то, тому-то и все. Да, а чтобы узнать больше рекомендаций от нас, какие фильмы посмотреть, можете подписываться на наш телеграм-канал и ссылка в описании. продукт-плейсмент. Музыкальная паза. Если что, мы не слушаем такую музыку, просто. Мы слушаем такую музыку, ну, кому ты врешь? Мы реально слушаем и мы слушаем ее в машине, мы снимаем под нее рилсом, мы ее... от безысходности. Нет, мы ее слушаем, она прет. У нас нет интернета. Нет, мы ее слушаем даже, когда у нас есть интернет. Маньки! Маньки! Я сейчас буду кричать тебе на ухо. Не смей. Я уже воздух набрала. У меня голова болит. Маньки, все, просыпайся, вставай, пойдем. Вставай! Быстро. Быстренько! Опять надо куда-то идти, мы уже устали, если честно. Да. Ну, в купол в этот, в шатер. Да. Будем сейчас слушать лекцию какую-то. Я не помню ее название. Я не помню ее название, Ару. А ты помнишь? Про фейс-массаж. Про фейс-массаж. Ладно. Про самомассаж. Да. Вот, правильно. Катюшка у нас укусил клещ. Да. Нашу подружку. Не вот эту. И она его вырвала прям с кожей. Зрелище не из приятных, я думаю. Мы не видели, но мне кажется, что это ужасно. даже не представляю, что она испытала. Смотрите. Птички круглые сутки поют. О, дай мне. Ну-у-у. Ты что, со мной не поделилась? Нет. Жидовка. А знаешь что? А я тебе дам, потому что я не жидовка. Конечно, это на камеру только. Нет. Что-то врет. Я вот чем занимаюсь на лекции. Пес, ты что, такой общительный? Ты такой общительный у нас. свежущий? Ты всегда с ним пикнул на всякий песочек? А можно я свежущий? И я. Амоник. Я нога точу. Сейчас, сейчас. Отстань. Я не надо снять. Это все. Девчонки решили подкрепиться. Такую поляну накрыли. Не умели себя коглить. Конечно. Санвич. 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 Мы с девчонками уже выселились. Отнесли все вещи в машину. Сейчас идем сдавать ключики на ресепшн. И потом хотим вон туда сходить. В амбар. Посмотреть, что на обед. Если там какой-нибудь супчик, то мы, скорее всего, сразу поедем уже домой. В Москву. Если что-то будет соблазнительное, интересное, то, может быть, поедим. Девчонки. Что, вы устали? Да нет, знаешь, типа отдых одного дня, считаю, это очень тяжело. Это больше не отдых. Это правда. Тем более у нас столько активностей было. Да, то есть я только начинаю привыкать к этому месту. Только мне хочется пойти что-то погулять, а не думать о том, что каждый шаг нужно снять. И все, мы уже уезжаем. Поэтому возвращаемся в Москву к детям. А в целом, понравился глэмпинг вам? Смотрите, какие красивые. Вообще, да. Мне понравилось. Но хотелось бы домик побольше. Да. Хотелось бы домик побольше. Посвободнее. Я так привыкла, знаете, уже поняла, вот к этим атипичным. Как они называются? Вот эти ногы. Афреймы, когда на втором этаже, а первый есть. Знаете, вот этот дом показался мне огромным по сравнению с домом, в котором мы жили. Да. Вот тот, который мы втроем где жили. А когда мы были в Шелесте, это вообще считай, такие хоромы. Красиво. Да, там гриль. Барбекю. Здесь тоже. Барбекю есть. Я сюда надо приезжать сами, мне кажется, знаете, и сделать все хотите. Блядь. Я наступила в лужу. Это реминги.